Эта реальность очень довольно интересна и любопытна. Она, возможно, именно связана с тем, что в настоящее время лидером гонки является президентской гонки Тамала Харрис. То есть, в общем, политик довольно или весьма левого толка. И как раз, понимаете, для американцев сегодня, по всей видимости, важно показать, что приход тех кругов, которые стоят за Харрис, что, ну, скажем, ее приход к власти или действие импульса, оно будет способствовать развитию демократии. Но демократии в каком смысле? Именно как цветные революции, как смена режимов. И, может быть, вот эта стратегия, которая где-то связывается с приходом Харрис, так сказать, или ее выдвижением, вернее, с приходом, с ее выдвижением на первый план, вот сейчас в американской гонке, имеет вот здесь вот эти направленность, направленность именно внешнеполитическую в плане именно дестабилизации социально-экономической ситуации во многих странах. И в том числе, в особенности, в Грузии. Эта ситуация, возможно, имеет принципиально важное значение. Американцы могут считать, что в таком случае, если что-то произойдет, некая цветная революция, там, революция, я не знаю, Рос или что-то еще, будет удачно в Грузии, это может перекинуться на другие, на Кавказские республики, может быть, на ту же Азербайджан, и, самое главное, Россия. Вот этот вопрос, так сказать, американцы, может быть, сейчас прорабатывают. И это принципиально важно за этим посмотреть, потому что вот как раз вот это вот составляющее, ну что ли, выдвижение Харрис, у нас пока оценивается очень мало, считая, что, может быть, здесь не будет большого различия между ней и президентом Байденом. Но президент Байден в телу возраста, он достаточно в этом плане консервативный политик. Вот. И неоднократно, может быть, заявлял, хотя это было такое демагогическое заявление, или, так сказать, для отвода глаз, что смены режимов не будет. А вот приход Харрис, возможно, действительно, как говорится, вернет эту проблему смены режимов вновь в центр американской политики. Поэтому то, что сейчас происходит в Грузии, это, возможно, очень действительно принципиально важно. Американцы именно отрабатывают, возможно, будущую стратегию, если вот в Америке сменится президент. Ну, в данном случае с Байдена на Харрис. Вот по этому вопросу, да, за этим важно последить. Я думаю, что эти ситуации сегодня есть. Вот. И это тоже часть стратегии, ну, что ли, смены вот лошадей на переправе президентской гонки. Я бы вам так сказал. Продолжение следует...